И снова здорово! Самое время взглянуть на многострадальный 775 гиперпень, с видеокартой, которую он едва ли заслуживает. Так или иначе, последний шанс показать его себя и свои возможности мы сейчас узрим. Итак, учитывая тот факт, что прочие комплектующие остались неизменными, уповать нашему сегодняшнему герою остаётся только на нересурсоёмкие игрушки, предъявляющие свои райдеры в видеокарте, нежели всему остальному. Короче, остаётся надеяться на то, что отдуваться за всё придётся не ему. Эх, как же в этом он похож на нас. Ну а руку помощи ему сегодня попробует протянуть GeForce 8600 на 512 мегов видеопамяти GDDR2. Не самый топовый вариант для не самой топовой сборки. Отлично. И раз уж это последний шанс данного конфига, запускать на нём нам сегодня предстоит последних представителей своих незабвенных игровых серий. Начнём-ка со второго эпизода Half-Life 2. Как видно, система выдаёт стабильную картинку. И раз уж настройки графы позволяют получить удовольствие от процесса игры, резюмирую, что последнюю Half-Life и, соответственно, всю серию этой франшизы данный ПК тянет. Не станем далеко уходить от творений Valve. И сразу же опробуем последний портал, на продолжение которого, в отличие от Халвы, надежда ещё была. Результат же стараний железа перед вами. Проходится он тут легко и непринуждённо. Так что и со всеми порталами ознакомиться, имея вот это, будет можно. И хоть учитывая возраст этой серии Тена может на чём угодно, всё же шедевры помнить и упоминать надо. Последний и лучший System Shock здесь работает превосходно. А вот последний Postal, увы, не смог себя особо в играбельном виде здесь показать. Но плохо ли это, вопрос остаётся открытым. Также на средней низкой графе здесь неплохо играется последний Fear, пусть и при 720p. И, разумеется, последний Left 4 Dead. Блин, Valve сегодня вообще распорядителем праздника выступает. Мало кто ещё столько годных тайтлов забросил. Впрочем, GSC Game World вполне способны стоять с Габеном рядом. Как вы понимаете, перед нами последний Сталкер. Но дабы не пустить слезу, давайте чуток посмотрим на первый и последний советский Биошок. И будем по чуть-чуть подводить итог. Как и в большинстве случаев, связанных со сборочками, использующими четвёртый Pentium на 775 сокете, перспективы юзания данного железа в 2017 году не очень высоки. С динамическим инетом туго. С новинками туго. Температура проца, как в жопе дьявола. Но, тем не менее, владелец подобного девайса с полной уверенностью сможет заявить, что некоторые последние игры той или иной серии прекрасно у него идут. И хотя новая видеокарта действительно помогла конфигу чуток привстать с колен, как минимум Крайзис и третий Фоллаут смогли нормально заработать, все последующие игры будут упираться в процессор и память. А с ними тут, увы, ничего не поделать. Так что для самых что ни на есть любителей новинок, такая машина, увы, не подойдёт. Здесь, пожалуй, истопану. Не забывайте чекать лайв-канал. Ведь помимо стримов, там ещё параллельно я пару форматов пилю. И это не предел. Так что до следующего раза.